В Гродно проходит шестая международная научная конференция «Берковские чтения», которая собрала участников из шести стран мира – России, Литвы, Украины, Франции, Чехии и Китая. Несмотря на то, что коронавирус продолжает оказывать значительное влияние на эпидемиологическую обстановку, часть участников пленарного заседания нашли возможность приехать на конференцию лично, а остальные по уже сложившейся в последний год традиции присутствовали онлайн. Всего в «Берковских чтениях» приняло участие около 150 человек. Международная научная конференция «Берковские чтения» получила свое название в честь Павла Беркова – талантливого литературоведа, библиографа, книговеда и историка литературы, который жил в 20 веке. Изначально конференция задумывалась как проект, который будет объединять научные силы из разных стран, исследователей, которые работают в области письменности, книжной культуры и истории книги. Это уже шестая по счету конференция, и это говорит о том, что интерес к книге сохраняется и по сей день. Более того, сами участники отмечают, что популярность данной темы усиливается. «Берковские чтения» действительно является брендовой конференцией для Беларуси. Каждый год она проходит в новом городе Беларуси и проводится совместно с Академией наук Беларуси и Академией наук Российской Федерации. В этом году местом встречи научного сообщества был выбран город Гродно и, в частности, Купаловский университет. Самое главное, что мы прошли ту демаркационную линию, когда решался вопрос, а суждено ли нам далее проводить эту конференцию. Это еще не юбилей, еще десятая не случилась конференция, но, во всяком случае, пять прошло. По сути дела, это, я бы сказал, время испытаний. Мы прошли эти испытания и мы делаем для себя вывод, что тот заряд, который мы получили на первой конференции, он по-прежнему сохраняется, потенциал есть и открываются очень и очень большие перспективы. В этом году темой конференции стала книжная культура в контексте международных контактов. Нужно сказать, что все исследователи приехали с новыми идеями, которые готовы обсудить со своими коллегами. А возможно, даже подискутировать. Участники конференции отмечают, что самое главное – это сохранить и продолжить традицию берковских чтений. Весь прошлый год был очень сложный, многие научные форумы были отменены или переносились на неопределенное время, некоторые проводились онлайн. Берковские чтения – это одна из немногих конференций, которые было решено провести после спада активности коронавируса, что, в свою очередь, послужило дополнительным стимулом, чтобы в очной форме обсудить последние наработки в сфере книжной культуры. Сегодня, безумовно, книга является той основой, которая дает веды, которая дает мягчимость развиваться, удосканавливаться и, в результате, становиться молодому человеку высоким профессионалом. И тому, вельми радостно, что Гродинский государственный университет Мянки Купалы, который славится своей книжной традицией, принимает сегодня эту конференцию и разум с теми секциями, как проблема читания, социальный аспект читания, история книжной справы. Кроме того, в рамках конференции предполагается проведение круглого стола, посвященного истории жизни Гродинского региона в социокультурном и иных аспектах. А также отдельной темой разговора станут выдающиеся деятели Гроднищины. К слову, многие участники Берковских чтений, это члены-корреспонденты Академии наук, доктора наук, профессора, уже не раз принимали участие в данной конференции. А потому с нетерпением ждут момент, когда можно будет поделиться своими научными находками. Что касается моего выступления на конференции, то оно посвящено известному русскому философу, историку, юристу Евгению Васильевичу Спекторскому, который много работал по изучению философии, юриспруденции и истории славян на рубеже 19-20 веков. Он издал достаточно много книг, посвященных писателям, русским, зарубежным писателям. Но научное сообщество знает его прежде всего как философа и юриста, а вот как литературоведа не знает совершенно. И поэтому моя задача – привлечь внимание участников конференции к этой части его творчества. Напомним, шестая международная научная конференция «Берковские чтения» будет проходить в течение двух дней. На форуме будет предоставлено множество докладов, которые впоследствии войдут в сборник научных работ, с которыми, к слову, смогут познакомиться все желающие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова